Итак, всем доброе время суток. Сегодня понедельник. Мне тут просили очки снять. Ну, не могу, не люблю щуриться, поэтому снабжет на глазах. Пока я не начала снимать серию про свой город, телесериал, ну, так как контент нужно поставлять подписчикам и зрителям. Поэтому я, так как я сегодня одинокая женщина, я вам покажу вечер одинокой женщины в городе Брукингсе. Очень скучный, одинокий, такой трудливый, так скажем, заполненный трудом ветер. Итак, первое, что я буду делать, это я буду готовить себе вот такую вот куриную грудку. Я вчера ездила в Сэмсклаб и купила мясо. У нас вообще закончилось мясо в доме. Я купила вот такую куриную грудку. 9 долларов 73 цента за 5,79 паундов. Потом я купила фарш завяжий фарш 80% жирности, ой, 80% ну, чистый, как сказать, мясо и 20% жира стоил он 14,18 за 4 доллара и 76, ой, за 4 паунда и 76, чего-то там. И я купила, ну, такое мясо обычное, кусочками, уже порезанное. В принципе, разницы нет по цене, чем кусок большой покупать. Зачем резать? Стоило 15 долларов за сколько паундов? За 3 паунда, за 3,52 паунда. Ну вот, я это все буду раскладывать вот в такие мешочки. Надо разложить. Ну, сначала я приготовлю себе покушать. Ну, то есть, пока я буду готовить кушать, я буду раскладывать мясо, потому что его нужно заморозить, иначе оно пропадет. Я же его завтра все не съем или сегодня. Поэтому надо сначала разложить, почистить, почистить, убрать, заморозку. Итак, я вот эту грудочку, 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 девочки, порезала на кусочки, чтобы она побыстрее жарилась. Я за вкусом, за каким, ни за каким особым не гонюсь. Я просто, чтобы это быстро было, я налила оливковое масло. Не знаю, сколько, мама любит ложками это измерять. Я не знаю, сколько я налила. Я почему, как попала, кладу, я в камеру смотрю и кладу на сковородку. Надо на мясо смотреть. Вот. И я хочу сделать себе салатик из листа, господи. Из зеленого салата. Салатик из зеленого салата. Вот такой. Итак, приготовила я себе свой салатик. Тут салатик вкраплении и курица в основном. И буду я смотреть свой любимый сериалити-шоу, называется Smothered. Ну все, приятного аппетита. Я ужин свой скошила. И так как народ, подписчики, зрители, были заинтересованы в покупках некоторые. Ну, я вчера, и так как я вчера съездила в самсклаб, я покажу, что я купила. Блин, я так счастлива, что я это купила. Девочки, мальчики. Я купила миндаль, покрытый молочным шоколадом. Блин, какая-то вкуснотища. Вот как будто сникер съешь, только вот без всей этой лишней ерунды. И просто миндаль. Даже сникер с миндалем и шоколад. И все, такая вкуснятина. Показываю. Сначала хотела изюм купить. Думаю, потом, зачем мне этот изюм нужен? Куплю лучше орехов. Цена одинаковая. По-моему, 10 долларов это стоило банка. Сколько тут? Один килограмм, 360 грамм. Потом, я, конечно, все не буду показывать. Но некоторые покажу. Я так счастлива, я купила губки. У меня губок, наверное, месяц не было. 21 упаковка, вот такая, я уже одну взяла. Стоило 9,80, ну почти 10 долларов, опять же. Вот. В сэмсклабе намного дешевле покупать. И вот такие фисташки, писташи. Писташи, они называются на английском. Меня муж мой, свекор мой попросил купить. Муж мой не любит фисташки особо. Ну так, поклюет немного. Вот, меня свекор попросил купить их. Короче, ведро орехов, тазик фисташек купила. Вот, с солью и с перцем фисташки. Вот именно он такие попросил. Они около 15 долларов, по-моему. А может, и 18, я даже не знаю. Ну, не знаю, не важно они. Вот. Ну, вот так. А сейчас я буду складывать белье. Ну, вот, раз нечего показать, буду складывать белье в ускоренном виде. Показывать. И смотреть свой телесериал. Кстати, у нас кондиционер в доме включен. Все время работает. Поэтому я так тепло одета. На улице-то тепло. Но у нас... Мы любим спать в такой прохладной... В прохладной температуре. Потому что, ну, я реально не могу спать, если больше, там, 19-20 градусов температура в доме. Сейчас, я думаю, вы полине... Поняли? Я зайду к Алексу в комнату и буду убирать его вещи. У него тут настоящий бардак. Ужас. Я сейчас открою эти, как они, шторки. Шторки открою. Чтобы светло было, чтобы свет не включать. Мне, наверное, все-таки придется свет включить для... Из-за камеры. Чтобы хороший свет был. Пока его нет, я ему буду стирать постель. Ну, мы такую постель красивую купили. Сейчас покажу. Так, а сейчас я положу... Новый комплект белья на его постель. Ой, новый комплект постели. На его матрас. Вот этот именно мама покупала ему на... Ой, мама, родители покупали ему на день рождения. Вот. А это сейчас в стирку отправлю все. Итак. Так. Так. Хорошо. Хорошо. ну вообще вот такая вот такая красота получилась кстати сразу скажу что я белье практически никогда не глажу а на белье в смысле постельные вообще не глажу свою одежду ну я глажу перед выходом например мне нужно куда-то пойти я раз погладила но чтобы стоять каждое белье выглаживать я этого никогда не делаю в принципе почему я раньше когда приехала только я гладила все подряд и мужа его и пьесовские рубашки как зачем ты гладишь они тут замараются через две секунды в пыли и в грязи будет а ты время тратишь гладишь ну со временем прошло какое-то количество времени и я перестала гладить все практически кроме некоторых вещей многие тут вообще даже свои вещи не хотела на книжки навести многие тут даже свои вещи не гладят ходят в помятых вещах но я уже до такой степени не раздлинилась конечно но все равно я ветка глажим еще вообще ну вот все прибралась его сыночка у своего в комнате теперь чистота и порядок мой штатив стоит все красиво ну гардероб у него конечно не очень но пойдет эти книжки я кстати взяла в библиотеке он любит очень автомобиля но покупать может честно сказать надоело каждая книжка 5 10 там 15 долларов зачем это надо чем стала ходить библиотеку и набирать ему книжки почитаем все равно прочтем один раз и уже надоедает но мне конкретно ему он бы хоть раз 20 читал это не из библиотеки это наша ну вот придется пойти сдать сейчас прибралась книжка кстати покажу сейчас вот эти вот доктор сеуз книжки они очень популярны здесь в америке я не знаю никогда про них почему-то в россии не слышала но здесь они очень популярны но я не очень интересно они их рифмуются и они такие скажем сумасшедшие даже там леса в носках ну кто читал может быть знает вот тут тут русская книжка ну и такие сказочки тут такие песенки little blue truck это его любимая книжка вообще маленький голубой грузовичок потом и звездные войны русские книжки и вот это вот как я эту книжку не люблю вот просто там картинки показываешь и так сложно вообще в них найти но он ее обожает эту книжку ему нравится искать всякие там предметы на картинках ну и про динозавров лама-лама ой лама-лама ему тоже нравится лама-лама red pajama это вот это он читает ну вот показала книжечке его пока совсем солнце не зашло я вышла на улицу и я сейчас буду косить газон потому как муж уехал и естественно надо скосить эту траву иначе она будет настолько длинная что будет будем потом ее три дня косить в общем я сейчас побрызгаю спреем и будут косить траву а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Честно сказать, я не знаю. Но она уже вся на издохе. И ей как-то нужно специально управлять. Муж мой знает. Ну, я, наверное, неправильно что-то сделала. Но, честно сказать, я уже на работу. Я устала. Поэтому двигатель там очень сильно мне и нагрелся. Поэтому я оставлю до завтра. Ну, завтра докошу, если что. Вот. И... И все. Я вся зеленая. Сейчас покажу. Не знаю. Ноги все зеленые. Руки такие же. Надо пойти мыться в души. Сейчас хочу показать, какой спрей от комаров. Спрей от комаров вот такой у меня. Это ивановский. Моя свекровка. Я не знаю, говорила об этом или нет. Работает вейвей. Она занимается иванов. Ну, она так для себя, для своих близких. Мне так этот спрей очень сильно понравился. Он не сильно воняет по сравнению с обычным спреем. Тут вообще отречительно пахнет. Я думаю, все это знают. Он вот. Но этот более-менее как-то еще по-человечески пахнет. А у нас гости во дворе. Че, зайчик? Че уселся? У тебя тут гнездо где-то? У них тут гнездо где-то есть у этого зайца. Эй! У него такой взгляд. Готов в любую минуту прыгнуть. А тут мой муж хочет траву растить. Он посыпал сюда травы. И мне сказал, полей пока меня не будет. Ну вот. Я как послушная жена поливаю. А я-то поливать-то уже не умею. То есть записывать и поливать. А-а-а! Все, я выключаю. Итак, а так как... Блин, тяжеловато. Завтра у нас вторник. Каждый, каждый вторник, каждое утро у нас забирают мусор. И вот так вот я беру свою мусорку и несу ее до конца булеварда. Сейчас покажу, как все это выглядит. Фух. Что-то я сегодня замучилась. В понедельник всегда много дел. Понедельник вечером. Та-да! Так вот ставлю. Тут птичка накакала нам на мусорку. Ну, тут написано сырье. Брокингс. Зеленые в разных городах. Кстати, разным широким цветом.